МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале. Красная линия. Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе темы дня. Мы сегодня переходим дальше на единый регистр учета земельцев, хозяйственных назначений. Богатство России. В Госдуме обсудили проблемы сбережения и эффективного использования сельхозугодий. Необходимо решить внутри страны задачу, чтобы общество было консолидировано, исходя из материального положения людей, чтобы не было колоссального расслоения. Эффективная экономика – социально ориентированное государство. По мнению коммунистов, это главные условия сплочения общества перед лицом угроз. Наша делегация побывала в разных точках, в разных местах и видела то, чего добиваются наши бойцы. Им действительно сегодня необходима и крайне важна наша поддержка. Коммунисты продолжают помогать Курску. Гуманитарный груз от Ивановского кома КПРФ доставлен в город и распределен по прифронтовым районам. Стратегический национальный ресурс и основа устойчивого развития страны. Думский комитет по аграрным вопросам провел слушание по проблемам сбережения земель и эффективного использования сельскохозяйственных угодий. В мероприятии приняли участие порядка 400 делегатов, более чем из половины субъектов страны. Депутаты Госдумы, представители Минсельхоза, научно-экспертного сообщества и руководители сельхозпредприятий обсудили актуальные проблемы аграрной отрасли. Во вступительном слое председатель комитета по аграрной политике Академик РАН Владимир Кашин отметил, площади сельхозназначения в стране продолжают уменьшаться. В два с половиной раза Калуга сократила посевные площади. В два с половиной раза. Посмотрите, что Тамбов. Легче тамбовчанам. Посмотрите, вы лучшие десятки. А Калуга в два с половиной раза. Все время на слуху Тверь. Ну, посмотрите, в три и семь десятых раза. Это что, не резервы? Подводят все просто президента, его указы, его обращения, его программы. Я уже не говорю о том, что это просто нечистоплотная работа, когда к святому, к матушке земле так относимся. Владимир Кашин подчеркнул, что депутаты внесли законопроект «Два ключа», в котором предлагается запретить региональным властям изменять категорию сельскохозяйственных земель на другую без разрешения Минсельхоза. Мы сегодня переходим дальше на единый регистр учета земель сельскохозяйственного назначения. Это все, товарищи, я просто хочу сказать, выдающиеся шаги наших министерств, ведомств и комитета. Уже можно было, даже и сейчас еще в Думе закон по отмене всех категорий. Это серьезная борьба. Наука здесь всегда была с нами. Заместитель министра сельского хозяйства Андрей Разин назвал точные цифры, сколько сельхозземель не используется или используется не по назначению. У нас более 43 миллионов гектар не используется. При этом у сельскохозяйственных угодий, то есть наиболее ценных земель сельскохозяйственного назначения, порядка 31 миллиона гектар у нас не вовлечено в сельскохозяйственный оборот. Ну и по пашне, то, что вообще является основным нашим достоянием, мы видим, что более 18 миллионов гектар, это, так вот вдумайтесь, больше чем 15 процентов от общего объема пашни страны, оно на сегодняшний день не используется. Директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин рассказал, что порой государство само выводит земли из сельхозоборота. Так компания «Газпром» получила от властей Подмосковья публичный сервитут, то есть право ограниченного пользования на земли совхоза. Причем участок относится к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодиям. Пришлось судиться. «Газпром» накладывает сервитут и ничего сделать не можешь. До Верховного суда дошли, потому что проекты рекультивации они не делают. Компенсировать они затраты не собираются, но начинают, считывая то, что там нужно газ проложить, продукты провода, нефтепроводы и все остальное, начинают прямо идти по твоей земле. Причем появляются объекты, которые невозможно на тракторе объехать. Или можно, конечно, но такая балалайка получается. РАОЕС тоже этим балуется. А мы ничего не можем сделать. Подводя итог слушаний, Владимир Кашин отметил, что сделано уже немало шагов для приведения отрасли в порядок. Фермеры получили возможность получать землю без торгов. Ужесточена ответственность за неиспользование земли по назначению. Но и проблем остается немало. У нас есть полная уверенность, что на направлениях улучшения и использования сельскохозяйственных угодий, как говорится, путь тиранистый, но он нам понятен. Он нам понятен. Добьемся главных системных изменений с точки зрения учета. Я думаю, пойдут в конце концов те законы, в том числе и землеустройстве, и выход на те проекты, которые бы учитывали высший пилотаж в достижениях науки. Всем желаю, уважаемые товарищи, на этом направлении удачи. Передача ядерного оружия Киеву приведет к неконтролируемому обострению конфликта. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. По его словам, подобные инициативы, которые озвучивают некоторые американские и европейские чиновники, подрывают систему нераспространения и контроля над вооружениями. Коротко о других новостях в стране. Банк России допускает повышение ключевой ставки в декабре, если показатели инфляции будут выше официального прогноза. Для восстановления ценовой стабильности потребуется длительный период жесткой денежно-кредитной политики, отметил регулятор. Российской промышленности к 2030 году понадобится дополнительно 1 миллион 800 тысяч специалистов. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он назвал задачу по подготовке такого количества кадров амбициозной, но достижимой. Салат Оливье подорожал за год на 8,5%. По данным Росстата, за продукты для традиционного новогоднего салата нужно будет отдать 553 рубля за 4 порции. Из всех ингредиентов сильнее всего за год подорожал картофель. Россия достойно отвечает на любые вызовы благодаря солидарности граждан. Об этом в приветствии участникам 26-го Всемирного Русского Народного Собора заявил президент Владимир Путин. Тему сплочения общества на этой неделе в Госдуме неоднократно поднимали депутаты фракции КПРФ. Коммунисты уверены, правящий класс так и не смог обеспечить базу для объединения россиян вокруг общих целей и задач. Тему продолжит наш материал. Нанеся удар по военному заводу в Днепропетровске, системой «Орешник» Россия сделала верный шаг. Но для успешного преодоления геополитического кризиса этого недостаточно. Нужна внутренняя стабильность, заявил в Госдуме лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он обозначил главную проблему. Условий для подлинного сплочения общества в стране нет. Население нищает, экономика стагнирует, люди разобщены. Но не бывает побед полноценных на фронте, если у вас непорядок в тылу. При ставке 21% не будет развиваться и не может развиваться ни одна отрасль. При монетизации 53% у вас всегда будет нехватка крови в экономическом организме для того, чтобы он жил. Без заботы о детях, женщинах и стариках, многодетной семьи мы и дальше будем вымирать. Я еще раз к вам обращаюсь. Пятая колонна не унилась. Она обредала страну. Она нас привела к этой ситуации. И она по-прежнему ухлюет, в том числе и в политике. В КПРФ обращают внимание. Действия либеральных финансово-экономических властей противоречат задачам, которые ставит президент. Россия остается сырьевым придатком Запада. Значительная часть решений правительства направлена против интересов экономики и населения. Ключевая ставка 21%. При таких кредитах строить новые заводы, развивать производство нереально. Есть Китай под красным флагом. Там четыре ключевые ставки. Зависит от того, на какие цели. Есть предприятие, берет деньги на то, чтобы производить какие-то продукты, товары, отправлять их за рубеж, то есть на экспорт и давить мировую экономику. Ему нулевая ключевая ставка ради того, чтобы Китай остался единственной страной в мире, которая кормит весь мир. И нам необходимо ввести дифференцирую ключевую ставку. Для населения одна, для стройки другая, для военки вообще нулевая. Неэффективная экономика равно бедности социальное разобщение. В КПРФ подчеркивают, СССР смог одержать победу в Великой Отечественной войне благодаря справедливой организации жизни общества. В современной России ситуация другая, и она в корне противоречит решению задач СВО. Люди с разным достатком вносят свой вклад в победу. Но, с другой стороны, под угрозу уничтожения нашей страны, для сплочения общества, необходимо решить внутри страны задачу, действительно, чтобы общество было консолидировано, исходя из материального положения людей, чтобы не было колоссального расслоения. Не может консолидировано быть общество, когда есть верхушка богатых, а достаточно много людей, десятки миллионов людей живут за чертой бедности. Это не консолидация. В идеале люди должны были бы ощущать, что страна становится не только более суверенной, но и более социально ориентированной. Но фактически положение целых групп населения ухудшается. Когда мы смотрим на экономическую динамику, в экономической динамике мы четко видим процесс повышения норм эксплуатации человека. То есть это соотношение между зарплатой и прибылью. Вот прибыль, рост прибыли опережает рост зарплат. Вот экономический рост, который приводит к обеднению населения. Это хорошо или плохо? Экономическая теория на это давным-давно ответила. Эксперты подчеркивают, формально экономика растет, но за счет в основном военно-промышленного комплекса. Зарплаты тоже в целом становятся больше, но весьма избирательно. Да, там зарплаты выросли в сырьевых и оборонных отраслях. Да, получают достаточно много военные. Вот сейчас с месяца на месяц будут повышены ставки для работников силовых органов, в том числе милиции, прокуратуры и остальных. Но остальную часть населения это не коснется. В отношении населения, как обычно, все забылось. Да, вот сейчас в январе обещают некоторую индексацию пенсий, но на самом деле все понимают, что инфляция реальная на полках магазинов, она существенно превышает ставку рефинансирования центробанка. Ситуацию надо исправлять. Коммунисты ставят перед правящей партией вопрос об уходе от либерального монетаристского курса, создании условий для мобилизации ресурсов страны. Изменение экономической модели назрело. Она меняется, но для достижения победы нужно кардинальное изменение и реализация программы Коммунистической партии Российской Федерации. Переход к модели социализма, усиление роли государства, государственного планирования и технологического развития, индустриализации 21 века. Посмотрите, после окончания Гражданской войны, после победы Великой Отечественной войны, даже в совершенно сложных условиях наша страна сделала колоссальный рывок в своем развитии. Причем это не только сфера промышленности, сельского хозяйства, это наука, образование, культура. Такой прорыв при грамотном подходе возможен и сегодня. Экономисты отмечают, изменения назрели и внешнеполитическая обстановка только подталкивает к ним. То есть понятно, что нужен достаточно мощный маневр в госсекторе, что госкомпании все-таки должны быть не уделенными княжествами, а общей экономической системой развития страны. Аналогично должны быть пересмотрены системы ценообразования. В общем-то нельзя жить все время по ценам мирового рынка. Надо все-таки привязываться к своим затратам и к своим результатам. И эти изменения, они просто необходимы. Чем быстрее они произойдут, тем лучше. Россия имеет преимущество в противостоянии с Украиной и одерживает в этом конфликте победу. Такое мнение высказал глава Польского бюро национальной безопасности Яцек Севера. По его словам, на данном этапе конфликта отправка войск НАТО на Украину была бы неправильным шагом. Коротко о других новостях в мире. Лидеры стран организации договора о коллективной безопасности по итогам саммита в Астане подписали пакет документов по актуальным международным проблемам. В том числе подписаны решения об укреплении союзнических отношений. Евросовет утвердил новый состав Европейской комиссии. На следующие пять лет ее возглавляет Урсула фон дер Ляйен. Верховным представителем по внешней политике и безопасности назначена Кая Калас. Утвержденный состав Еврокомиссии официально начнет работу 1 декабря. Парламент Грузии утвердил новое правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кабахидзе. За выражение доверия к обмину проголосовали 84 депутата. Против не высказался никто. Коммунисты продолжают помогать фронту. На Курскую землю прибыл гуманитарный груз, собранный активистами Ивановского обкома КПРФ. С передовой за ним приехали российские военнослужащие. По заказу Курского обкома КПРФ ивановские коммунисты привезли в прифронтовой регион теплые вещи, продукты питания, товары первой необходимости. Наша группа волонтеров из города Фурманов подготовила ряд маскировочных сетей, костюмы лешего, копные свечи, сухие сухые для бойцов. Курские предприниматели по просьбе бойцов приобрели печь для обустройства бани в полевых условиях. За грузом в Курский обком КПРФ с передовой приехали военнослужащие артиллерийского подразделения. По дороге к линии фронта бойцы доставляют гуманитарную помощь гражданскому населению. Эти замечательные ребята, которые сегодня находятся в этом зале, они буквально через несколько минут уедут на передовую. Но по дороге они заедут в Большесолдатский район к тем гражданам, которые не эвакуировались. А, к сожалению, не эвакуировалось из Большесолдатского района 8 многодетных семей, в котором 30 детей. Мы снабжаем регулярно наши многодетные семьи и делаем все, чтобы они ни в чем не нуждались. Главные новости и ежедневные программы смотрите на сайте нашего телеканала. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин